Война Берия 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 И нет, чтобы решать вопросы оперативно, собирает долгие совещания. Едва ли это понравилось Молотову. Но вряд ли и горевал он после этого. Ведь производство танков Сталин поручил Берии. И дела как-то сразу пошли. Не бывало короткий срок. 45 дней кировцы наладили и пустили конвейер танков новой модели. А ведь он оставался еще и наркомом внутренних дел. Под его контролем были разведка, контрразведка, диверсии, партизанское движение. Хорошо оснащенные войска НКВД героически дрались на фронте, а сотрудники наркомата обеспечивали порядок в тылу. Так в 41-м, на некоторых участках обороны Москвы, немцы прорывались вглубь на 10-15 километров. Но в самой столице вражеские агенты не смогли совершить ни одной диверсии. Гитлер рассчитывал, что в начале войны в СССР выйдут из строя транспорт и связь и наступит хаос. И правда, нарком путей сообщения Каганович с работой не справился, и его отстранили. В Госкомитете обороны отвечать за транспорт поручили Берии. И транспортная система была быстро восстановлена. В 1942 году немцы вышли к Волге, перерезав пути сообщения по ее правому берегу. Тогда Берия снял рельсы и шпалы со строительства Байкала-Амурской магистрали и в кратчайший срок провел дорогу вдоль левого берега Волги Кизляр-Астрахань-Саратов. Благодаря этому к началу контрнаступления под Сталинградом туда подали тысячи вагонов так необходимого гроза. Еще пример. За два года войны немцы не смогли восстановить в Запорожье железнодорожный мост через Днепр. Их южные армии снабжались по единственному мосту в Днепропетровске. Американцы считались самыми быстрыми в этом деле. Они построили мост через Рейн с темпом 56 метров в сутки. Строители же Берии в ноябре 1943 возводили железнодорожные мосты через Днепр в полтора раза быстрее. К началу войны у немцев, на которых горбатилась вся Европа, было 47 тысяч орудий. У нас 36. Через год мы их догнали. К январю 1944 у Гитлера было 55 тысяч, у нас 89. Наркоматы, производящие это оружие, курировал Берия. Да, у него были внутренние войска НКВД и пограничные. Да, он сам неоднократно выезжал на передовую. Но все же совершенно непонятно, когда он успел досконально изучить военное дело. Да так, что сумел спасти Кавказ в августе 42-го. Под угрозой захвата оказались Баку и нефтяные источники. Враг продвинулся к предгорьям Кавказа. Немцы прорвали фронт и уже не встречали серьезного сопротивления. Когда положение стало критическим, Сталин отправил на оборону Кавказа не маршалов, а именно Берию, хотя тот никогда не был профессиональным военным. За несколько часов до отлета Берия распорядился собрать с разных фронтов офицеров грузин. Часть из них уже вместе с ним села в самолет. За сутки собрались 150 альпинистов. Они потом на месте уничтожили немецкую моторизованную пехоту. По приказу Берии туда же самолетами перебрасывали несколько пограничных частей НКВД. Берия освободила от должности командующего фронтом маршала Буденова, члена военного совета Кагановича и еще ряд генералов, повинных в развале обороны. Он вызывал командиров всех рангов и от них лично выяснял обстановку. После этого принял решение создать две отдельные армии, так как единый фронт не мог справиться со всеми задачами. Приказал перекрыть перевалы, чтобы помешать продвижению врага. Надо было выиграть время для подхода помощи. Собрали мобильные группы снайперов, дали им только что появившиеся бесшумные винтовки с инфракрасными прицелами, и всего за сутки устроили 500 засад. Снайперы выбили вражескую разведку, и движение немцев затормозилось. За эти дни удалось перебросить туда наши танки и несколько частей. Пока немцев не остановили и ситуация принципиально не изменилась, Берия находился на Кавказе. 30 сентября 43-го года за особые заслуги в области усиления производства вооружения Берии присвоили звание Героя социалистического труда. А в мае 44-го его назначили зампредом ГКО и председателем оперативного бюро, которое рассматривало все главные текущие вопросы. Таким образом, с весны 44-го Берия официально стал вторым человеком в государстве.